Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы проводим цикл бесед, вопросы, ответы. Они называются «Во свете Библии». Вот у нас Библия перед нами, 77 книг, синодального издания, «Открытым оком». Сейчас мы попытаемся ответить на вопросы, которые задают люди, ну, брат Игорь Дыбунов. А их озвучивает. Ну, а я, Лапкин Игнатий, постараюсь ответить. Согласно Библии, толкование святых отцов Вселенской Церкви, книги правил, это 7 вселенских 9 поместных соборов и житий святых. Пожалуйста. Вопрос о современном состоянии общества нашего. Ну, в частности, такое, как бы, уже древнее понятие, название людей верующих, как монахи. Ну, очень они давно уже. Потом при советской власти как-то это все поистребилось. У нас тут, в России. Ну, а сейчас, в последнее время, мы видим, вот, патриарх Алексий и патриарх Кирилл, на соборах говорят, что главная цель вообще православия – это строительство храмов и монастырей. Как можно больше, чтобы было храмов и монастырей. Мы видим, да, действительно, монастыри строятся, и слово «монах» уже вошло в обиход нашей современной жизни. И вот вопрос звучит так. Вот как влияет на современную жизнь человека, церкви, самой общества, вот, монашество, монахи? Больной вопрос-то. Просто больной. Как оно влияет, вот, взять на этот мир? Никак не влияет. Только отрицательно. Вот мы приехали в Барнаулю, мы из Барнаула, Коробейниково. Там Коробейниково с чудотворной иконой, вот такой провозгласили, нарекли. И каждый год туда идет крестный ход из Алтайской епархии. Но мы тоже туда поехали. От нас это 250 километров. Село-то не так и большое. Примерно на тысячу человек. Ну, примерно. Мы прошли и во всем селе нашли, кажется, три или четыре Евангелия только. Вообще нет ни у кого. Мы в каждый дом занесли Евангелие, а кто придет на встречу, каждому подарили. Все это подарок, Новый Завет. Мы подарили до этого только 30 тысяч Евангелий и Новых Заветов. В храме служат семь священников. Теперь, может, меньше, шесть. Там и ромонахи. А прихожан, которые постоянно... В воскресенье шесть человек. Обслуга больше. Такое редкое явление-то уже где-то. Но когда священник... А перед этим мой брат туда приезжал, отец Аким, беседовали, там, отец Роман. Все по-хорошему. Все это у нас в видео на нашем сайте. Корабейников. Посмотрите. Потому что благовестие там найдете. Как мы беседуем. Священник бы, может, и не вышел. Но и он заволновался сильно. Мы в храм зашли, там, помолились, вышли наружу за пределами ограды. Но за пределами ограды мы для него также опасны. Там свидетели Иеговы, баптисты, адвентисты, там все там ходят, растаскивают людей. Он ни с кем не борется. А зачем бороться? Он ничего не знает. Но тут они вышли с таким... Какой-то прислуживает у них. Но такой вид у него, как будто Срохов пять отсидел. Но они специально около себя таких держат. И там, я его не понял, а священник, он нет, очень грузный такой. А этот отец Роман, постоянно только нам... Мы, Игнатий Тихонович, уезжайте отсюда. Мы очень просим вас, уезжайте отсюда. Я говорю, нас не надо выталкивать. Мы уйдем. И где бы мы ни были, он сразу вызывает милицию. Это сергианство в чистом виде. Предательство. И чтобы нас выгнали, ему надо лгать. Мы имеем регистрацию в краевом отделе вестиции Крестово-Звиженска, православная община города Барнаула. Он свидетельствует им. Это свидетели Иеговы. А так как к ним относятся отрицательно, а еще как Калистратова судили в Горном Алтае, ну ясно дело, милиция, тут же майор ходит, его видно. Так же у нас было в селе Ребриха, в селе Павловское. Это все здесь, в Алтайском крае. Везде одинаково. Они не могут быть другими. Они не знают, как быть другими. Ему бы только к нам протянуть руку. Мы людей-то направляем к нему в храм, чтобы было там не шесть человек, а шестьдесят. Но он этого не понимает. Я говорю, вы нас не выталкиваете. Мы уедем, когда нам надо. Мы людей собрали, чтобы ответить на их вопросы. Ваша паства ничего не знают. Но мы знаем паству, куда ведем. Да куда же ты ее ведешь, когда ничего не знают? Только одна бабушка сказала, а у меня есть божественная книга. Это не нажал нервы. Ну бабушка, покажи. Она вытаскивает толстую книгу, сонник. Сонник сны разгадывает. Что во сне человек видел-то? Она говорит, так эта книга-то плохая. Как плохая-то? Она хорошая. А Евангелие есть? А что это такое? Ну Евангелие. Там написано про Христа. А я думала помянник. Кого надо, отец Роман помянет. То есть все подмятое. У них Бога никакого нет, отец Роман. Это любому понятно. И она куда бы ее ни повернула, она отец Роман как что. И она ту Роману такая не нужна, кроме кого как свечками обставиться. Больше ничего нет. И так мы имеем опыт очень и очень большой. В каждый дом. Деревню за деревней проходим. В прошлом году мы прошли от Москвы, и все центральные города северным и южным путем, и кончили Владивосток и Находка. А до Байкала мы два раза доходили. А вот Алтайский край, Новосибирск, Кемеровская, Омская область. Это мы в каждой селе, в каждом большом селе, везде оставили свой след. И всех везде направляем в храмы Московской Патриархии. Никуда. Никогда и ни разу. И они объявляют войну. Мы Евангелие раздавали здесь, недалеко здесь, шахи какие-то. Смотрим уже у храма, они собраны, уже порваны. Ходили по домам, священники посылали своих людей, собирали и сжигали. Я написал большое письмо патриарху Кириллу, и говорю, какие антихристы вашим именем прикрываются, как вы отвечать будете? Житие святых говорит, когда умирал один епископ, там лев, ему было сказано, он Петру молился, и он сказал, грехи твои прощены, но один грех тебе не прощен. Кого ты незаконно, необдуманно рука положил. Вот так. Кого рука положил, который теперь пожирает людей, пожирает все, что вокруг его есть. Поэтому монашество вообще отрицательную роль играет. И когда наш батюшка сказал, а как же так? У вас тут и ромонахи, а народ так не расположен, сам, который настоятель, романы говорят, ну знаете, до нас тут были другие, они такой отрицательный негатив оставили по себе. Ну что, спали? Кто там служит-то? Выйдут среди бела дня, в два часа дня, сонные, глаза не продирают прислужники, пальцы все прокуренные, в огороде все заросло, но народ-то это видит. Он понимает, что люди эти не работают, паразитируют, сосут соки из народа. И, конечно, тут Невзоров, Александр Глебович заставляет прислушаться к себе. И таких Невзоров будет очень много. Никакие чаплины их не задолбят, потому что поступает все неправильно. Меня удивляет Достоевский, я к нему отношусь не как Чубайс, зубами рвать его не буду, уважаю. И как он видел пробуждение России через монахов? Он вообще не знал людей. Монах Мон, он один, ему не должно болтаться в мире, он за стенами должен, мандра, мандра стена, у него архимандрит настоятель. Он уже приговорил себя. Он абсолютно не евангельским путем идет. Ему дам талант, и второй наказ зарыть этот талант. Даже между собой монахам нельзя разговаривать. Даже когда идут в столовую, нельзя разговаривать. Ну, что-то непонятно-то. И поэтому монашество в России сегодня играет только отрицательную роль. Только. И спрашивает, ну а как вот храмы сейчас, программа 200 храмов для Москвы, обман, ложь. Мне задают вопрос, если бы вас избрали патриархом, что бы вы сделали? Первым делом запретил бы строительство храмов. Везде и повсюду до единого. Незавершенная стройка бросить. Под купол подведенный оставить. А все деньги, которые высвободятся, бросить на издание новых заветов. Наполнить страну новыми заветами. Было время, когда в начале перестройки сектанты привозили грузовиками, раздавали. Некоторые библии пачками ходили на помойках. Они в учреждения приходили и говорили, сколько у вас тут служащих там. Они говорят, да у нас небольшое коллектив, 50 человек. Они 50 библии оставляли. Лежит, лежит. Начальник спрашивает, ну будет то брать, не будет. Ну куда девать-то? Макулатуру, выбросьте ее на помойку. Да, выбрасывали. Но кое-что до людей доходило. Если со всей машины Библии одна, единственная Библия пробудет человека, все оправдано. Одна спасенная душа дороже целого мира, полного золотом. Есть такое изречение. Поэтому говорить о том, что какое-то влияние есть, я ничего нигде ни разу не видел, кроме отрицательного. Сугубо отрицательного. Эй, Невзоров говорит, я не хочу, чтобы монахов, священников снова с колоколем сбрасывали. Но, говорит, это где-то совсем рядом. И вот долго, так к нему надо прислушаться. Я его ролики разбираю здесь, на своем сайте. И в ютубе. В ютубе. Заведите Игнатия Лапкин. Два слова. Это ключевое. И там вы найдете 1036. 1036 роликов наших. Я не знаю, у кого столько есть. А может быть у Кураева, у Осипова. 1036, то есть мы вполне можем с ними соперничать. Так мы отвечаем-то на какие вопросы? В некоторых вопросах у меня бывает до 30 мест Писания. Все соборы поминаются из святых отцов. Даже сравнивать не с чем. Ну, конечно, у них обставлено под часами, кресло. У нас ничего нет. Мы сегодня сидели одеты. Почему? Это наша трапеза, холодно. Ну, ничего, сейчас потеплело, солнышко вышло. Ответ такой. Я за монашество. Я за монашество. Чтобы монашество было. Но только монахи не были связаны обетами. И монастыри нужны для чего? Проповедников, старых изнемогающих, докармливать. Ухаживать за больными. А остальные все до одного должны получать обмундирование. И все остальное снабжать их, чтобы они шли и благовествовали. Чем занимался Иоанн Златоуст, когда находился в ссылке. Для керстского народа. Монахи там были из них. Послать, снаблить, говорит, и обувь, и одежды. Вот и все. Хотелось бы еще услышать от вас, как библеиста, можно сказать, не любителя, а того человека, который любит Библию по-настоящему. Как бы вы на этот вопрос, какое бы местописание, ну, может быть, из нескольких мест Писания вы бы дали людям, чтобы было понятнее тем, кто истинно верующий человек. Чтобы стать верующим. Чтобы какое местописание к этому вопросу бы подошло. Ну, или к вопросу о монашествующих. То есть, какое влияние вообще они оказывают. Нет, ничего нельзя сказать. Я бы такое местописание сказал, призван был закопавший талант. Вот. Другого ничего больше нет. А дальше идите пропаять и по всему миру. А то некоторые молодые желают монахи пойти, а они не знают Евангелие. Знающие Евангелие отпрыгнет. Далеко-далеко от этой мысли даже. Как это? Тебе дал Бог талант? Ты иди, делись с другим. С другим. А то, что сегодня где-то монахи какие-то, они будут с людьми работать. Во-первых, это нарушение монашеского устава. Хоть монашеский устав древний взять, Василия Великого. Монашеский устав, он составлял Венедикта. Они у меня все древние уставы в моих книгах здесь есть. По монашеству я проработал не один десяток лет. У меня есть такое изречение одно. Я пришел к выводу. Я его могу доказать. Сейчас просто скажу. Ну, как есть такое в главном единство. Во второстепенном свобода, а во всем любовь. Переписывают блаженному Августину, хотя это от Уртеляна уже встречается. А монашество у меня такое. Монашество в том виде, в котором оно есть, принесло зло большее, чем коммунисты, фашисты, масоны и мусульмане вместе взятые во много раз. Почему? В монашество шли очень крепкие люди, сильные. И они, как пишет Сидоров, высасывали соки из народа, самых сильных людей. И за стенами они умирали, уходя в песок, ничего не давая. И там, где египетские были в Макаре, монастыри, это цитадель было, там ничего нету, пусто. Абсолютно пусто. Об этом пишет Андрей Кураев. Если мы это не поняли, что нужно выходить к народу и говорить, то через 50 лет будет московский халифат, а не московский патриархат. Эта литературная газета напечатала статью «Миссионер 21 века» об отце Андрея Кураеве Дьяхоне и профессора Московской Духовной Академии. Спасибо, Христос!